Ну что ж, я очень рада вас всех видеть. Я хочу, те, кто не знает, ну я думаю, таких нет здесь людей, да, кто не знает Палентину Архипову, да, топ-лидера нашей компании, без пяти минут президент, то есть даймонд-директор нашей компании, то есть я очень люблю и уважаю этого человека, она огромный профи. И я попросила сегодня ее поделиться, как она делает так, чтобы не подключаются инвесторы именно на очень крупные суммы, где она их берет, как берет рекомендации, в общем, я думаю это, да, Валентина, ну я думаю, она сама, да, построишь этот, и если можно, то в конце, может быть, какие-то вопросы останутся, Валентина ответит, если хочет, хорошо. Ну что ж, я тогда, запись я включила, все, я тогда отключаюсь, прошу вас включить микрофон и поприветствовать Валентину и отключиться, хорошо. Ну, либо в чате напишите, смайлики, доллары, сердечки, окей, все, я отключаюсь, Наташа, все, спасибо. Свет, ну у тебя ведь, а, все, выключилось. Привет, коллеги, вы знаете, я даже несколько удивлена, что Света попросила меня с вами сегодня поговорить, потому что вы настолько сильная, профессиональная, работающая команда, знающая команда, что мне даже это немножечко показалось странным. Ну, коль попросили, будем тогда разговаривать. Значит, как я поняла, Светлану, вы хотели поговорить о том, как вообще работать с крупными инвесторами, да? Да, ну вот смотрите, вот я так почему-то думаю, что принципиальная разница между тем, с кем мы работаем, с крупным инвестором, с мелким инвестором, с партнером или инвестором в чистом виде, ну вот я как бы принципиальной такой разницы большой не вижу. И знаете почему? Ну, мы же уже не первые годы, да, в бизнесе, в сетевом бизнесе, и мы прекрасно знаем, что любой разговор, любое какое-то общение, оно начинается с чего? Подскажите, напишите в чате, как вы думаете, с чего оно начинается, друзья? Так, Света Чистякова, чего ты там пишешь? Со знакомства. Ну, со знакомства, ну, а самое главное, вот если мы встречаем, допустим, нашего будущего инвестора или нашего будущего партнера с кислой миной на лице, как вы считаете, у нас состоится нормальный продуктивный разговор, который приведет к результату? Ну, я думаю, нет, поэтому, знаете, это уже такой, ну, постулат сетевого бизнеса, улыбка. Первый момент, улыбайтесь, господа, знаете же, да, из фильма знаменитого, улыбайтесь, господа. И второй момент, вот я расположила эти моменты, их на самом деле, ну, у меня, скажем так, в практике всего шесть. Так вот, я их расположила по, ну, значимости, можно так сказать, улыбка. Второе. Доброжелательность. Вот смотрите, если мы, идя навстречу с тем или иным человеком, уже в уме или на бумаге просчитали все наши доходы, какие мы получим, да, от продуктивного разговора, от сделки, то я не думаю, что вот это не прочитает наш визавей. Это читается на раз-два, даже где-то, ну, откуда-то изнутри, не знаю, как это происходит, но читается. Поэтому, когда мы навстречу идём, вот я, например, когда иду, да, я вообще не думаю о том, что я за это получу. Я прежде всего думаю о том, что получит человек и как мне с ним построить разговор, как его так вывести на разговор, чтобы он вот эту мою доброжелательность по отношению к нему почувствовал. Ну, как это делается, тут я не знаю, какие-то, может быть, даже тренинги нужны, какая-то практика нужна. У кого-то это просто, ну, это его образ жизни, он не может по-другому. Тогда вообще всё замечательно и классно. Теперь смотрите, третий момент – это вот наша энергия, скажем так. Вот если мы, ну, назначили встречу, там, часа на три дня, да, на четыре, а с утра у нас начались какие-то семейные проблемы, какие-то там заморочки и прочее, и прочее, и наше настроение упало, никакой энергии нет, где-то что-то заболело, мы все такие поникшие, но, тем не менее, встреча назначена, а особенно, если это не личная встреча, а нас попросил партнёр, да, провести с его человеком разговор, мы всё равно идём. Но наша энергия, она налет. И когда мы не даём эту энергию тому, с кем мы разговариваем, ну, наверное, процентом на 80 встреча будет неудачной. Как поднимать свою энергию, как её повышать – это тоже своеобразные тренинги, умение работать с собой, ну, и прочее, и прочее, и прочее. Четвёртый момент – это вот наше воодушевление. Вот смотрите, одну и ту же фразу, одну и ту же тему. Можно рассказать, скажем так, горя желанием вот наше знание, то, что мы знаем, передать другому, да, и вовлечь его в наш процесс. И есть моменты, когда мы ту же самую тему проговариваем вяло, сами процентов на 50 верят, процентов на 50 не верят в то, что мы говорим. Это тоже очень всё заметно, это всё считывается, и, как правило, результата от такой встречи не будет. Вот очень важный момент, может быть, даже он не на пятом месте стоит, а может быть, даже где-то на втором – это наше с вами умение слушать. Часто же вот так бывает, ну, понятно, что мы тут с вами уже профи, и мы так не делаем, но наши партнёры же делают. Только встретились с человеком, познакомились, или, если это знакомые, поздоровались, ничего не спросив, ничего не узнав, начинаем с самого начала, какая классная компания с GEMFAMI, что ты тут получишь, какое счастье тебе привалит. И вроде всё хорошо говорим, и вроде всё правильно говорим, и не нудно, и не долго, но человек никакую реакцию положительную не проявляет. Почему? Вы знаете, ну, вы же знаете, наверное, что у меня спонсор Яков Абрамович Коган, да? Так вот, мы с ним были ещё и в предыдущей компании, до GEMFAMI, и он всегда мне говорил, да и сейчас говорит всем партнёрам, вот пока ты не выслушала человека, с которым ты пытаешься заключить сделку, пока ты не выявила его потребность, вот даже рот не открывай и ничего не рассказывай о проекте. Я с ним абсолютно согласна, хотя вначале, знаете, вот может быть, вот это воодушевление, и это энергию перехлёстывали, да, и вроде как и слушаешь, но думаешь, ну, быстрее бы, ну, быстрее бы самой начать говорить. Так вот, великое дело умение слушать. Закрыть рот, открыть уши, слушать, слушать, слушать. Вы знаете, я вам приведу, ну, такой пример из моей недавней практики, где-то, наверное, полгода назад был случай. У меня есть очень хороший знакомый, мы давно общаемся, уже, наверное, лет 30 друг друга знаем, и как-то вот всё не получалось. Ну, когда-то, вначале ещё, как только пришла в джем Фоми, я пыталась ему рассказать о проекте, но всё это пролетело мимо его ушей. Вот, и тут он приходит ко мне в гости, я даже не предполагала, что у нас разговор зайдёт о джеме, ну, и что-то пьём чай, говорим там непонятно о чём, и я говорю, ой, Миша, что-то мне уже так надоело жить в Екатеринбурге, я уже тут понастроила планов, хочу купить дом, не квартиру, а дом в Сочи или в районе Сочи, даже уже присмотрела, какой дом я хочу. Давай я тебе покажу. И показываю ему, у меня сохранён в компьютере этот мой домик, и я ему показываю. Ну, и он говорит, ну, и что, сколько стоит этот домик? Я говорю, ну, вот такая-то цена. Он говорит, слушай, мне так тоже надоело здесь жить, вот это, понимаете, случайное попадание в потребность. Хочу всё бросить, хочу уехать, чтобы никто меня вообще не доставал, и жить спокойно тоже где-нибудь на юге. А как ты собираешься это всё покупать? Я говорю, ну, вот, помнишь, когда-то года 3-4 назад я тебе рассказывала, что я вошла в один проект интересный, где ожидается очень-очень-очень приличная прибыль. Ну, и начинаю ему, собственно, рассказывать. И всё, он в этот же день, не когда-то там, в этот же день, ну, благо человек с деньгами говорит, ну, я захожу. Он зашёл изначально, правда, всего на один инвест, но потом в процессе работы, в процессе общения, вот сегодня у него уже 5 инвесторов. Вот. То есть это вот случайное попадание в потребность. А в принципе эту же потребность можно выяснить, да? Вот расскажу второй случай про выяснение потребностей. Меня попросили партнёры, даже из другого города, ну, недалеко от нас, первый раз, провести встречу с женщиной, у которой свой бизнес, и вроде как всё хорошо, всё замечательно. Ну, вот, очень они хотят, чтобы, ну, понятно, получить деньги, да? Мы встретились с ней, причём в офисе было достаточно много народу, видимо, все прислушивались, и вот мы разговариваем. Оказывается, у неё бизнес, да, бизнес свой, но, как выяснилось, небольшая швейная мастерская. И что она имеет в этой швейной мастерской, да ещё живя в посёлке? Ну, 1080 в месяц рублей. Она имеет. Ну, и далее она говорит, ну, вроде всё есть. У мужа всё хорошо, у меня всё хорошо. Но, опять же, прислушиваясь, выводя на разговор, выясняется, что вот ей хотелось бы купить квартиру хорошую, не 40 метров, а 100 с лишним метров для своих детей в Екатеринбурге. Хорошо. Ей хотелось бы, чтобы муж поменял свою машину, там, не знаю, какой-то, не помню уже какая марка, но он хотел бы вот Вольво, выясняем модель, выясняем там год выпуска и так далее, и так далее. Тогда ещё у нас даже коэффициентов никаких не было. Я говорю, ну, хорошо, Лидия, давайте тогда мы с вами посчитаем, сколько вообще и чего на всё это надо. Хотя, казалось бы, у вас желание, но по минимуму. И мы начинаем считать. Считаем, считаем, сколько стоит квартира, сколько стоит машина, выясняется, что нам надо минимум 10 миллионов рублей. Далее ведём разговор, ну, как называется, знаете, повысить потребность, да? Далее говорим, хорошо, а дети способны, у детей уже есть дети, дети способны эту квартиру обставить, ну, не какой-нибудь там дешёвой душманской мебелью, да, а нормально, хорошо обставить, ну, и что-то ещё на первых порах на жизнь получить, пока они там устроятся на работу в Екатеринбурге и так далее. Ну, насчитали, ну, ещё на что-то насчитали, в итоге получилось около 20 миллионов рублей. Ну, а дальше уже я говорю, ну, теперь давай смотреть, сколько же пакетов акций тебе надо взять, чтобы вот это счастье привалило. Я уже, конечно, не помню сейчас там, сколько мы рассчитывали, но вот на данный момент у неё, если не ошибаюсь, порядка шести пакетов инвест, и на мужа она взяла, ну, и всё у неё хорошо, и привлекает даже инвесторов. Вот это к вопросу о потребностях. Тут, конечно, можно было бы много говорить, тут, понимаете, какой есть ещё момент. Вот когда мы встречаемся с нашим знакомым, да ещё и с тёплого круга, мы, в принципе, знаем, чем он живёт, как он живёт, и тут особых каких-то выяснений не требуется. Ну, а если мы проводим, допустим, встречу, ну, с человеком своего партнёра, да, и партнёр нам расписал, что этот такой крутой, раскрутой бизнесмен, как у него всё схвачено, как его бизнес идёт, и так далее, и так далее. И мы идём навстречу вот уже с определённой установкой, что да, перед нами вот такой вот весь из себя бизнесмен. Но если мы правильно, опять же, строим беседу, вот выявляем ту самую потребность, да, то мы же можем выяснить совсем другое, что не так уж гладко идёт этот бизнес. Что долги за аренду, долги по зарплате, и то, и сё, и пятое-десятое, я сочертел ему этот бизнес. И может быть бы он хотел его даже продать и избавиться, и чем-то заниматься таким, где, скажем так, он делает и за это получает, никому ничем не обязанным. Вот. И тогда уже мы же не будем ему рассказывать о том, как он проинвестировал иную сумму, какую сумасшедшую прибыль он получит. Нет, конечно, потому что ему деньги нужны сегодня. Не когда-то через год, через два, через три, а сегодня. Вот тогда мы, опять же, проговорив, что за компания, да, и чем её едят, вот тогда мы ему показываем маркетинг, мы показываем живо, живо, на своём примере. Вы знаете, у меня сейчас вот это срабатывает очень хорошо, что-то пересыхает во рту, очень хорошо, таким образом. Теперь смотрите, умение слушать, потребности, всё понятно. Вот я бы знание, знание поставила вообще на последнем месте в этом блоке. Знаете почему? Потому что, когда мы с улыбкой, доброжелательно, всё выслушиваем, энергичны, воодушевлены и так далее, и так далее, и если мы не можем ответить на какой-то вопрос, что-то проговорить, допустим, да, ну, что интересует нашего визави, у нас всегда есть спонсор, с которым мы можем организовать встречу, допустим, если спонсор, ну, скажем так, тоже где-то что-то плавает, мы же можем вплоть до совета директоров организовать встречу, хоть с Остиком, хоть с Кочановским, хоть с кем, понимаете? Вот, поэтому знание, я считаю, это последнее, но знать надо. Почему знать надо? Потому что, когда мы, ну, скажем так, сами бодро и весело, да, отвечаем на каждый вопрос нашего визави, то это прибавляет ему уверенности, потому что он нас знает, а мы тут, оказывается, профи, да, ну, и нам самим, мы себя тогда сразу очень уважаем, поднимаем на пьедестал, а это очень важно в нашей работе, как вы понимаете. Ну, вот, предыстория, скажем, закончилась всего этого, теперь давайте остановимся на трех вопросах, которые интересуют именно инвестора, то есть, кто такой инвестор? Это человек, который говорит изначально, «Нет, никаким привлечением инвестиций я заниматься не буду». Вы что? У меня вот свой вот такой, раз такой бизнес, да я весь там в этом бизнесе с головой. Нет, 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 не хочу, не буду. Не хочешь, не будешь. Хорошо, мы соглашаемся. Три вопроса, которые интересуют, когда мы вот все правильно, всю нашу беседу построили, да, то, как правило, какие это вопросы? Первый, куда? Куда? Вот здесь, смотрите, мы же, наверное, полчаса, а то и больше разговаривали с этим человеком о его, о нем самом, да, о его проблемах, выслушивали и так далее, и так далее, доброжелательные с улыбкой. Так вот, куда? Если мы начнем битый час рассказывать про джемфами, какая раз прекрасная компания, да еще путаясь в терминах и в чем-то еще, то считай, сделка провалена. Вот нам надо уложиться вот в этот рассказ в пять, ну максимум, вот самый-самый-самый максимум, это 10 минут. Значит, что вот самое главное, да, показать глобальность проекта. То есть, каким образом мы показываем глобальность? Ну, каждый по-разному. Что для нас с вами вообще глобально? Вот, например, для меня это вот международный, всеземной, я бы сказала, охват, да, это первое, вот я это показываю. Я показываю, сколько сегодня уже пользователей, причем не просто пользователей, а что, если у нас, допустим, пользователи в 153 странах, да, то практически в каждой из этих стран у нас есть инвесторы, да, и у нас есть фанаты, вот это важно. Дальше, в смысле глобальности и того, почему мы будем иметь успех. Буквально в двух словах о наших разработчиках, о сенезисах, да, потом, ну, я уже, может быть, перепутаю немножко последовательность, но не суть, то есть, о разработчиках. Дальше, что? Почему мы будем иметь успех? Разработчики – это раз, да, то, что мы во всех практически странах, это два, третье, то, что нет аналогов практически нашему мессенджеру GemFami вместе с MarketSpace. Да, есть китайский WeChat, но это на Китай, то есть, конечно, его можно скачать хоть где, но пользоваться-то всеми функциями можно только в Китае, а мы работаем на весь мир. Ну, может быть, пару-тройку примеров стоимости там Алибабы, там, Амазона и так далее, и так далее. Вот. Потом я ему показываю оценку, что действительно подтверждает, что мы что-то значим на этом рынке, это вот эти вот оценки, четыре оценки, и показываю, как менялась оценка, начиная с 17-го года, заканчивая вот прошлым, этим месяцем, да. Вот. То есть, это первый вопрос. Куда? Второй вопрос. Сколько? Вот когда вопрос сколько, я не спрашиваю, сколько ты можешь, да, инвестировать? Я спрашиваю немножко по-другому, ну, на какую сумму покажать тебе прибыльность, прибыль, которую ты получишь в скором времени? И он называет сумму, и уже исходя из того, вот, что он называет, можно некий анализ сделать, ну, скажем, какими действительно средствами он располагает. Вот расскажу, опять же, небольшую историю, я немного тут говорю, ребята, могу сократиться и отвечать на ваши вопросы. Ну, вот пока Света пишет, значит, проговариваю. Мой первый инвестор, крупный, зашел в мае, да, в мае 15-го года. Как это произошло? Мне позвонила наша, как оказалось, позже общая знакомая, которая сама только-только-только вошла в проект и попросила по телефону поговорить с человеком, ну, описала ее, что крутой бизнесмен, ну, и, в общем, что она ему, ей, вернее, в нескольких словах уже рассказала о джиме. Я не имела практики, вообще я не люблю по телефону, не любила по телефону подобные вещи говорить. Я спросила, а что, нет скайпа, что мы не можем хотя бы в скайпе поговорить? Нет, ничего нет, вот она приехала в Тюмень, буквально там на пару дней, и надо по телефону. Ну, хорошо, вот мы начали разговор по телефону. Там по телефону ведь потребности не выяснишь, понятно? И все то, что, вот я проговаривала вот эти шесть пунктов, ну, они, собственно, не понадобились, хотя, может быть, вот эта доброжелательность, а главное, самая энергия, да, и воодушевление, оно, естественно, чувствовалось и по телефону. И вот, вот этот вопрос был задан, сколько, да? Я спросила, а, она спросила, какая будет прибыль процентов? Я спросила, хотя я смогла бы сказать, какая прибыль, это порядка пяти тысяч, да, процентов на тот момент было, но я ее спросила, на какой сумме показать? Она говорит, на 30 тысячах, поскольку у меня еще не было таких крупных заходов сразу, да, обычно там на 3, на 6, ну, максимум на 9. И тут она говорит, 30 тысяч, я подумала, что рублей. Я ей говорю, ой, что-то на такой сумме мне даже показывать не хочется, маленькая очень. Она говорит, 30 тысяч долларов, тогда доллары у нас были. Ну, и вот, и по телефону я это все быстренько рассчитала, и не важно, что где-то возможно, скорее всего, я ошиблась, потому что без калькулятора и без бумажек, да, но основное было сказано. И вот на следующий день она проинвестировала эти 30 тысяч. Вот в нашем деле, друзья, да не только в нашем, это в любом деле, очень важно, когда вы привлекли в проект, особенно крупного инвестора, этого инвестора не бросать. Что значит не бросать? Зачастую, даже если он не лично вами приглашен, да, то есть это вашего партнера человек, но партнер сам где-то что-то не догоняет, не держит в курсе этого инвестора, поэтому уберите его в свои горячие объятия. Не все ходят по понедельникам на конференции, не все владеют информацией. Работайте с ними. Показывайте, как растет, как развивается наш проект. И каждый раз, когда проходит какой-то промоушен, обязательно надо давать информацию вот этим крупным инвесторам. Почему я это говорю? Потому что вот эта женщина, которая изначально зашла на 30 тысяч, на сегодняшний день она проинвестировала в наш проект уже больше 200 тысяч евро. Сама. Вот. Но изначально она говорила, ну как-то мы с ней задружились, сейчас вот без конца она в гости ко мне ездит, живет на севере, я тоже у нее была в гостях. Вот. И изначально она говорила, нет, нет, у нас поселок маленький, я не буду никого не приглашать, свои деньги это свои деньги, а вдруг что? И я окажусь крайней. А влияние в этом поселке у нее просто огромное. Огромное. То есть, потому что, почему? Потому что свой бизнес она создала без чьей-либо помощи своими руками. Начиная, знаете, с 90-х, кстати, кошелок, летчатых сумок, и заканчивая вот тем, чем она имеет сегодня. Имеет она много. Вот. А потом прошло где-то, может быть, месяц, может быть, два, и она, мы уже так сблизились достаточно хорошо, общаясь по тому же телефону. Вот. И она спросила, на какие вообще деньги живу я. Я сказала, что вот месяц назад, это был 15-й год, я продала свой бизнес окончательно и занимаюсь исключительно джемфами. Ну и показала ей, уже на тот момент у нее скайп был, я показала ей через демонстрацию экрана свои финансы, свои доходы. Вот. И теперь вот она привлекла, не знаю, порядка, наверное, миллиона инвестиций, уже не собственных, а, естественно, своих людей. Поскольку она сама такой крупный инвестор, то и у нее, соответственно, заходят такие же. Вот понимаете, какой фактор срабатывает? Конечно, вот сейчас она уже немножко разбирается, да, в том, куда она инвестировала, а то все чисто на доверии. Вот мы работали так. Она говорит, допустим, там человеку какому-то своему, позвони, причем опять же по телефону, вот такой-то, такой-то, в общем, дорого меня продает, позвони, будет тебе счастье. Этот человек звонит, я опять же по телефону, по той же схеме, максимум 20 минут, рассказываю суть. И человек заходит. Тут срабатывает, да, мои знания, я согласна, но в большей степени тут срабатывает авторитет вот того самого инвестора, да, который пригласил. Поэтому авторитет, друзья, это великое дело как нас самих, так и наших людей, для того, чтобы дальше строить команду, если мы хотим. Понимаете, мы можем приглашать крупных инвесторов, одного, двух, трех, но на этом все постепенно затухнет. Мы сегодня получили там кругленькую сумму денег, а завтра начинает все сначала. И вот когда у нас была Академия Успеха, занятия, я там говорила, Света с Олей, наверное, помнят, я там говорила, что я, ну, не совсем правильно, что я строила до недавнего времени свой бизнес. Почему не совсем правильно? Потому что у меня была сориентированность именно на крупных инвесторов. Да, понятно, я с долгами рассчиталась благодаря их, скажем так, в ходу в проект, да? Ну, а на сегодняшний день я сталкиваюсь с тем, что мне самой приходится все делать. А структура как таковая, ну, вот крупные инвесторы, да, они приводят крупных, но это же не каждый день, понимаете? А вот, допустим, мой партнер Вероника Кожухова, вы тоже ее знаете, она немножко по-другому, не немножко, а множко, по-другому строила свой бизнес. Она создавала команду. И если на первых парах, допустим, много денег было у меня, да, потому что приходили крупники такие, а там не очень много, то сейчас все поменялось. У нее на сегодняшний день работающая структура, в которой, ну, скажем так, 10 человек сильных, да, на кого можно положиться. А у меня вот в итоге оказалось, что я могу положиться на двух, трех, ну, от силы четырех человек, да, но, естественно, инвесторов, потому что структура, как бы там ни было, у меня инвесторская, у меня нет в структуре, наверное, ни одного человека с пакетами ГОУ. То есть вход исключительно на инвест, очень-очень редко на премиум, но потом повышается. Вот, то есть это на вопрос, сколько. Затем обычно задается вопрос, когда я получу прибыль. Вот я думаю, вы со мной согласитесь, и думаю, у вас тоже такие же косяки были, что, допустим, в том же 15-м году, да, и даже в том же 16-м году мы говорили, ну, вот через год, вот железобетонные, через год состоится продажа, будет нам всем счастье. Я до сих пор не могу понять, на чём основывалась эта уверенность, может быть, на том же самом воодушевлении, энтузиазме, но Бог знает. Но сейчас понятно, на вопрос, когда, естественно, мы уже никто так не говорим. Ну, я, например, говорю, что, вот смотри, мы сейчас говорим о большой прибыли, о больших процентах, о 5-ти, при коэффициенте, о 10-ти, 20-ти, 30-ти тысячах процентов, да, поэтому говорить о том, что когда, я бы не стала. Вот когда, можно говорить, принеся деньги в банк. Положил деньги в банк на срочный вклад, или на обычный вклад, да, положил, и ты знаешь, когда ты получишь свои 6-8% прибыли. Ты знаешь, в венчурных проектах, в стартапах это знать невозможно, но есть определенные факторы, которые помогут ответить на этот вопрос. Первое – это количество пользователей. Если говорить про мессенджеры, говорить про, если мы говорим про маркетспейс, то это сумма транзакций, то есть сумма денег, проходящих через маркетспейс, в минуту, в час, в день, в месяц и так далее. Вот. Ну, собственно, поэтому, с другой стороны, мы вышли на NASDAQ. Вот вы знаете, аргумент по NASDAQ, он просто железобетонный на сегодняшний день. Это если говорить о гарантиях и обуверенности. Почему? Понятно почему. Потому что, что такое евробонды? Это облигации. А что такое облигации? Это деньги, взятые в дом. Их надо возвращать. Другое дело, что, конечно, в наших документах по евробондам прописано, что по истечении трех лет компания гарантирует дать энное количество акций маркетспейс. Если продажа состоится раньше, маркетспейс, я имею в виду, если продажа состоится раньше, то, естественно, раньше. Но, тем не менее, инвестфонды и квалифицированные инвесторы, это же немножечко другой уровень, немножечко другая когорка. Поэтому просто так это не может кончиться. Ну и потом сам выход на NASDAQ. Это же можно себе представить, сколько проверок всяких разных мы прошли. Это же море, море, море проверок, чтобы туда попасть. Поэтому вот это аргумент убийственный. Ну а дальше я говорю, и вы знаете, и в связи с выходом на этот NASDAQ, и в связи с тем, что вот сейчас так стремительно растет количество пользователей, ну вы же в курсе, наверное, что за неделю прибавилось больше, чем на 400 тысяч. Это же не просто так. Это уже зачатки, начало нашей рекламной кампании. Поэтому, говорю, это все непредсказуемо. Это может случиться завтра, а может случиться через год, а может через два. Но ради такой прибыли есть смысл подождать. Тем более, когда уже доказано тысячу проверок, что мы законны, и мы реальны, и что мы действительно работаем на таком рынке, где такую прибыль получают. Ну, типа да. Так, значит, ну какую прибыль получу, это понятно, это когда мы делаем расчеты. Когда мы говорим вот сейчас, что можно говорить, про какую прибыль я получу. Ну вот смотри, если ты заходишь на один пакет инвест, то ты получишь вот такую-то прибыль. А если ты зайдешь, например, на два, на три, на десять пакетов инвест, то ты получишь совершенно другую прибыль. Почему? Потому что у нас действует коэффициент корпоративной активности. У тебя на предприятии он есть? есть. Ну, тем более, что тебе рассказывают, ты прекрасно знаешь, что это такое. Если говорить нет, ну тогда рассказываем, что это такое. Так вот, если, вот сейчас я не говорю про промоушены пока, да, как мы будем говорить, допустим, когда промоушен по удвоению закончится. Так вот, смотри, если ты один пакет берешь, то ориентировочно, у тебя там 54 акции, то ориентировочно ты получишь, ну, может быть больше, может быть меньше, никто же не может гарантировать, за какую сумму продастся маркетспейс. Ты получишь 3000 на акцию, вот считай, 3 умножить на 54, ну и так далее. А вот если ты берешь, если тебе позволяют твои средства, я иногда говорю в лоб, если тебе позволяют твои средства, ну, редко кто говорит, что ему средства не позволяют, да, если, опять же, встреча построена правильно, то бери 10 пакетов, бери 10 пакетов, это не так много денег, и ты получишь коэффициент 10, а что такое коэффициент 10? Ну, во-первых, у тебя акции уже 540, а не 54, да, а во-вторых, у тебя уже не 3000 получается, ну, в среднем, на одну акцию, а извини меня, 30 тысяч. Это может быть еще и больше, если дороже продадим. Может быть, конечно, и меньше, всякое в нашей жизни бывает, потому что, понятно, есть покупатель, есть продавец. Кто-то хочет продать дороже, кто-то хочет купить дешевле, поэтому рынок покажет. Ну вот, значит, когда мы это все проговорили, обсчитали и так далее, или, может быть, в процессе, у будущего нашего инвестора, естественно, возникает вопрос по документам. Ну, тут уже просто, тут уже просто, говорим про верификацию, ну, можно даже слово верификация не произносить, иногда оно пугает, не понимает, что это такое, ну, скажем, обоскровяем свою личность и получаем документы. Теперь вот смотрите, по документам тут есть на сегодняшний день один такой момент непроясненный. Значит, речь сегодня, это уже для нас с вами просто, это понятно, мы не будем говорить инвестору потенциальному, мы сегодня говорим о смарт-контрактах. Вот, по сути дела, если эта система у нас заработает, то есть сейчас вот ожидаем, когда вот Транскоин, ну, придет в себя, все это сделает, и мы будем через Транскоин покупать топины. Мы даже не заметим, как они в итоге у нас поменяются на акции, но там будет действовать смарт-контракт. Ну, вы знаете, да, что такое смарт-контракт? Это, скажем, компьютерный алгоритм договора на базе блокчейн, если сказать просто длинная-предлинная электронная запись, да, этот смарт-контракт невозможно поменять, потому что вот на этой платформе блокчейн, там свои технологии, я не технология, может быть, толком не объясню, зная одно, что его какие-то условия изменить невозможно. но кто-то вот понимает сегодня, что такое вообще блокчейн, что такое цифровая экономика и на ура воспринимает смарт-контракты, а кто-то даже, ну, знаете, есть ретрограды, которые все это не признают, ни криптовалюту, ни смарт-контракты, тем более, ну, не могут идти много со временем. И, конечно, для таких людей вот та система получения документов, которая была в Jamfami, она ближе. Не знаю, может быть, она будет и у нас, то есть, ну, знаете, договор подписки, господи, сертификаты и договор купли-продажи, когда уже произойдет сделка, в смысле, когда будет продан мессенджер или маркетспейс, или все вместе. Вот. Ну, и иногда задают по юридической схеме, где что находится. Ну, тут уже просто. Вот. Значит, это, так скажем, коротко. Вот самое главное, что вот в своем спиче я хочу сказать, что не бросать инвестора, вашу, не ваш, но он в структуре давать постоянную информацию. Постоянную. Особенно, когда, вот смотрите, когда я говорила, что вот мой первый клуб инвестор на 30-ку зашедший сейчас 200 с лишним тысяч, да, это же, по сути, все благодаря промоушену. Как же вот я могу пропустить промоушен по удвоению? Ну, никак. Как я могу промоушен, когда скидка пропустить? Или еще что-то. поэтому, друзья, в общем, можно, в принципе, построить структуру из инвесторов, но работы будет гораздо, гораздо больше, нежели строить обычную структуру из работающих партнеров, и пусть там время от времени проскальзывает, скажем так, крупный инвестор. Ну, вот я закончила, сейчас отключу микрофончик, а вы давайте свои вопросы. Свет, вопрос, как ты берешь рекомендации? Главный вопрос, где брать людей? Холодный рынок работает плохо. Я согласна на тысячу процентов, что крупного инвестора на холодном рынке находят, я не знаю, один из ста тысяч, или один из десяти тысяч, может быть. Да, партнера можно найти на холодном рынке, инвестора крупного нет. Как ты берешь рекомендации? Ну, вот смотри, я уже сказала, что я работаю через своих крупных инвесторов, они дают своих крупных инвесторов. Если, скажем, ну, вот, допустим, как вот мой приятель, да, я рассказывала вначале, он никому ничего не говорит, никого не приглашает. Я попросила его, Миша, дай мне, пожалуйста, контакты, может быть, наших общих знакомых, чьих телефонов у меня нет, может быть, своих знакомых, с которыми я могла бы поговорить на нашу тему, но сославшись на тебя, что я от тебя получила контакт. он дает. Другой человек, допустим, говорит, не-не-не-не, на меня ссылаться не надо. Ну, если на тебя ссылаться не надо, я тогда своими людьми разговаривать не буду. я считаю, я считаю, что клубных инвесторов можно ввести только опираясь на вот эти самые рекомендации, которые дают, у кого-то включен микрофон, на рекомендации, которые дают, и чтобы инвесторы приводили инвесторов. Для этого все люди по своей сути, вот, что бы вы мне ни говорили, где-то жадность заложена в каждом, на деньги, в хорошем смысле. И если ты инвестору, который говорит, да я не буду никого приглашать, и не надо мне это, все-таки показываешь, на какие средства ты живешь, и показываешь нормально маркетинг, то он все равно одного, двух, трех человек приведет. И, соответственно, у этого одного, двух, трех человек еще найдется один, два, три, четыре человека. Вот смотрите, если говорить, Свет, откуда ты берешь? Вот смотри, зашел первый инвестор на 6 тысяч, да, вот, второе, о котором я говорила, ну, я одну линию прослеживаю, да, зашла уже на 200 с лишним, да, у этого человека, ну, несколько, несколько, несколько инвесторов, но берем одного, да, которая зашла на 18 тысяч, это уже какая линия получается? Четвертая, да, у этого человека, которая зашла на 18, то есть у меня уже в пятой линии, человек зашел на 15, а у этого человека, который на 15, два человека зашли уже, наверное, тысяч по 60. То есть, понимаешь, вот она, цепочка строится. Теперь, последний, вот в этой цепочке, который подписал свою маму, да, то есть он сам зашел хорошо на 30-ку и подписал маму, чтобы деньги получить. И больше никого не хочет подписывать. Я говорю, Игорь, смотри, у тебя вот в этой ветке, благодаря тому, что ты маму подписал, ты уже сколько получил денег в виде комиссионных, в виде личного вознаграждения, а у тебя здесь, посмотри, скопилось, сколько баллов, там уже что-то около 30 тысяч баллов, благодаря только маме. Давай, дай мне человека, дай мне твоего знакомого, я с ним поговорю, мы тебе сделаем другую веточку, будет тебе счастье еще в виде денег по баллам. Сегодня обещал дать, живу. То есть, ну вот таким образом. На холодном рынке, честно скажу, я не работаю вообще, я это не люблю. Это очень долгий процесс и очень трудоемкий процесс, когда ты переводишь человека из холодного клуба в теплый, ну и в общем это на год затягивается. Поэтому вот таким образом только работаем.